Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Тамара Козырева. Рада приветствовать вас на канале Менгуру. Продолжаем говорить про здоровье носа. У меня в гостях снова лор-врач, хирург Анна Тишанская. Ара Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, насколько часто встречается такая проблема, как гайморит у взрослых, и насколько это опасное состояние? Ну, гайморит встречается очень часто. Наверное, даже чаще, чем хронический ренит. И состояние это опасно тем, что это источник хронической инфекции в челюстно-лицевой области. И он, ну, как бы опасен осложнениями, которые могут быть вплоть до каких-то очень серьезных вещей. Поэтому это состояние нужно диагностировать вовремя и вовремя лечить. А когда насморк, вот в какой стадии переходит в гайморит? Как это происходит? Знаете, коварство гайморита заключается в том, что он не всегда диагностируется и проявляется какими-то симптомами. Дело в том, что зачастую причиной гайморита является патология зубочелюстной системы. И развивается исподволь незаметно для пациента, пока это не выражается уже в какую-то серьезную форму. Это мы сейчас про хронический гайморит говорим. Если гайморит риногенный, то о чем вы говорите, то есть от того, что насморк длительно текущий, долго текущий, вызывает стойкое воспаление в гайморах, пазухах, то эта ситуация, она попроще. И она как бы сразу проявляет себя симптомами, и человек начинает обращаться к врачу с симптомами, теми, что нос заложен, плохо дышит, выделения появляются, голова заболела, пришел к врачу, сделал с ним и поставил диагноз. То гаймориты адентогены, они, как правило, ну когда уже от корня зуба пошло воспаление настолько явное, что уже из полости пазухи пошла клиника на полость носа, ну кроме головных болей, то это, как правило, диагностируется достаточно, ну в более таком запущенном случае уже, и лечению, соответственно, поддается сложнее. Насколько симптомов гайморита сильные или достаточно ли они сильные, чтобы человек пошел к врачу на ранней стадии развития заболеваний? Ну у нас народ очень образованный сейчас, и очень самодиагностикой занимается активно, и может как бы понять, что у него болит и где. Но иногда бывают какие-то состояния, когда гайморит начинают лечить неврологи, терапевты. То есть первоначально гайморит проявляется только головной боли. Это вот как раз тот случай, о котором я говорю, когда воспаление начинается сначала в пазухе, а не сначала в полости носа. Если как бы классика симптомов проявляет себя в полной красе, то есть человек испытывает и головную боль, локализованную в проекции пазух, и насморк у него течет, и все это длительно, и он там пытается себя лечить, не получается, он приходит, и это диагностируется быстро. А вот в этих случаях, когда, ну и третий раз уже повторяю, когда гайморит начинается непосредственно в самой пазухе, человек сначала начинает искать причину головных болей, как правило, потому что у него обычно только этот симптом. И она может быть не локализована, она может быть распространена, либо эта боль может быть зубная, и они там очень долго и длительно лечатся у стоматолога, пока стоматолог не сделает снимок хотя бы у зубов и не увидит, что в пазухах что-то происходит. Может ли гайморит пройти самостоятельно или, допустим, его вылечить дома каплями без обращения к врачу? Хронический гайморит самостоятельно не проходит, к большому сожалению, и даже зачастую очень много усилий приходится тратить врачу и пациенту на то, чтобы его тем или иным способом привести в ремиссию. А острые состояния, острые катаральные гаймориты вирусные, но они не являются хроническими, но они иногда бывают у людей, склонных к этому, опять же, с нарушением анатомии полости носа, например, люди с устремленными перегородками, опять же, они более склонны к катаральным гайморитам, длительно текущим, которые во время ОРЗ у них возникают в виде отека. И такие ситуации, они, конечно, проходят и при самолечении, когда стойкого изменения в полости пазухи и в слизистой оболочке пазухи не происходит. Такие гаймориты, да, их не очень много, к сожалению. И человек понимает, когда он заболел ОРЗ, когда у него поболели пазухи, когда он самостоятельно антибиотики попил, капельки покапал, у него через пару недель всё прошло. Они приходят обычно, когда у них не пропонят. Почему у одних насморк часто переходит в гаймориты, это становится постоянной проблемой в течение жизни, у других нет? Есть какая-то предрасположенность, анатомия, гены, что-то влияет? ОРЗ-заболевания вообще, в принципе, в комплексе, они в значительной степени обусловлены небольшими нарушениями анатомии. Каждый человек индивидуален. В любом случае, вроде как анатомические органы и области, они все более или менее одинаковые, но у каждого они немножко иначе выглядят. Если у человека узкий нос, маленький нос, и в нём даже небольшое увеличение носовых раковин, и даже небольшое смещение носовой перегородки есть, то у него уже есть склонность к тому, чтобы это приводило к нарушению правильной вентиляции долгой. Пазух носа, в том числе через соусти, узы с соусти, приводит к тому, что вентиляция в пазухе нарушается, она начинает болеть. Если человек с большим носом, ну так условно, с большой полостью носа, и у него даже выраженное скрылье носовой перегородки, оно ему не будет мешать, потому что в пропорциях у него воздухообмен через нос идёт достаточно грамотно, правильно, ему этого хватает, пазухи носа наполняются воздухом, как им это нужно, и он вроде как не страдает лорозаболеванием. Поэтому это очень индивидуальные вещи, но хронический гайморейт развивается, если он риногенный, всегда в случае тогда, когда есть блок соусти. У нас там существует соусти, через которое пазуха должна наполняться воздухом, это её нормальное состояние, когда в ней находится воздух. Если это соусти прикрыто каким-то анатомическим образованием, большой раковины средней, или там гребнем перегородки, или ещё чем-то, это рано или поздно, через какой-то период времени, приведёт к тому, что оно будет блокировано, и плохо будет работать, и пазуха начнёт болеть. Понятно? Да, спасибо. Иван, как диагностируется? Вот пришёл человек, у вас подозрение на гейморит, что происходит дальше? Ну, диагностика в несколько этапов происходит, как в нашей стране нас всех всегда учили во всех вузах. Сначала ты собираешь жалобы, ну, прицельно при чём собираешь, не просто человек там что-то там задумываясь рассказывает, надо какие-то конкретные вопросы ему задавать, потому что ты понимаешь, как это должно проявляться. Не всегда человек это может даже сам понять для себя. Ну, например, я люблю спрашивать, надо спрашивать анамнез. Я люблю спрашивать о том, не было ли у человека за последние полгода какого-то стоматологического лечения. Или даже за последние пару лет. Иногда они забывают об этом, а это может быть причиной основного, ну, самого такого неприятного гейморита, который адентогенный есть, про который я уже упоминала. И вот ты задаёшь вопрос, ты собираешь анамнез, потом происходит осмотр, иногда при риноскопии что-то видно, там какие-то особенности, как там соустия себя повело, как-то там со среднего носового хода что-то потекло, может быть, где-то полипы ты увидел. Это вот риноскопия следующий этап. И потом ты начинаешь, ну, подозрение на гейморит возникает, эталоном, конечно, диагностики является рентгенологическое исследование. Это компьютерное исследование. Как правило, сейчас уже всем делают компьютерную томографию, это трёхмерный рентгенологический снимок, тонко-срезовый, который детально всё показывает. Вот те рентгенограммы, которые раньше были обычные, ну, рентген, пазух, носы, они малоинформативны сейчас, потому что есть такой метод исследования, потому что там кости накладываясь друг на друга, дают очень такое приближённое понимание о том, что там происходит внутри. А КТ ты трёхмерно в программе разворачиваешь пазуху со всех сторон, понимаешь, в чём причина гейморита. На компьютерной томограмме видно все корни зубов, видно все детальки в пазухе и во всех прочих пазухах, не только в гейморах, потому что изолированный гейморит бывает не так часто. Зачастую многие пазухи вовлекаются опять же в процесс. Ты видишь на всём протяжении носовая перегородка, как себя ведёт, и прочее, прочее. То есть эталоном диагностики является компьютерная томограмма. Я всегда всем своим пациентам говорю, чтобы они приносили мне диски, потому что я всегда смотрю сама, как это всё выглядит, потому что врач рентгенолог, он сканирует от макушки до пяток, он каких-то деталей может не заметить в своём описании. Есть ещё кто-то любит делать МРТ, потому что КТ-нагрузка немножко рентгенологическая людей пугает. Но хочу прямо указать, что на МРТ пазух носа не видно деталей по костной системе. Там можно примерно предположить, там, например, не видно грибковых тел, там не видно каких-то плотных участков, там не видно зубов и костей, ну, в принципе, там более или менее мягкие ткани прослеживаются, и ты можешь понять, что да, что-то здесь есть. Но эталоном как бы считается компьютерная томограмма для диагностики. Ну, эндоскопия там немножечко можно посмотреть, но компьютерная томограмма показывает всё. Ну, логично перейти к лечению. В нашем детстве пугали, что если гайморит, это обязательно хирургическое лечение, и будут там дробить, долбить перегородку носа и так далее. Как это происходит сейчас? Вот смотрите, острый гайморит, вообще острый гайморит вирусный ОРЗ, он может пройти даже сам, ну, в тот момент, когда он возник. А вот хронический гайморит, в детстве, видимо, пугали не зря, и, видимо, были очень образованные профессиональные лор-врачи, которые пугали. Хронический гайморит, он как бы консервативными методами почти не лечится. Только если это аллергический риносинусик сезонный, вот тогда этот отёк можно погасить лекарственными препаратами. Когда гайморит инфекционный, когда он адентогенный инфекционный процесс с формированием грибковых тел, ещё такие есть, мицитома называются, это на протяжении длительного периода времени грибковое тело формируется в пазухе носа. Когда там полипозный процесс пошёл уже такой длительный, когда там инородные тела, вот это частая тоже как бы ситуация, когда лечение зубов приводит к наличию пломбировочного материала в полости пазухи, потому что каналы вскрываются, каналы верхних зубов, которые открываются в полость гайморовых пазух, а это очень часто, они, ну как бы пробивая их, стоматолог иногда бывает, естественно, не намеренно попадает в пломбировочный материал полость пазухи, и вся эта микрофлора, которая зубная достаточно такая, ну жёсткая микрофлора, попадая в более или менее нежную пазуху, вызывает там очень стойкое воспаление. Это всё не лечится консервативно, к большому сожалению, это только хирургическая операция, синусотомия, всё удаление вот этого всего патологического содержимого, и потом долгое выхаживание пазухи, чтобы она нормально работала. Зачастую бывает так, что люди приходят в запущенных вещах, ну я уже об этом рассказывала, что лечит головную боль невролога, оказывается гайморит. Там невролог наконец-то, ну сделал там МРТ головного мозга, увидели, что в пазухе что-то есть, отправили к лоро-врачу. И тогда уже начинается, ну, раскрутка диагноза, который как раз приходит в операционную. Поэтому хронический гайморит – это, как правило, хирургическая патология. Ну, как правило. Но сейчас она делается эндоскопическими методами достаточно нежно, и бояться этого не нужно. Это всё равно хуже, чем носить в себе очаг инфекционный, который может и к инсульту привести, и к прочим всяким вещам. То есть это, ну, не нужно бояться хирургов и операций. Следы какие-то после операции на лице остаются? Нет, нет. Это не пластическая операция и не хирургическая. Раньше делали такие разрезы под губой, большие, залезали там, всё вычищали ложками, кюретками. Сейчас такого никто не... Вот такие вот марлевые бинты туда засовывали, несчастных людей пугали. Может, это в памяти населения осталось. Сейчас так никто не делает. Сейчас есть маленькие тоненькие инструменты, эндоскопы, всё это через нос. Даже практически отёков никаких не возникает. Конечно, это зависит от объёма операции. Но вот у меня была операция, огромный полипозный процесс. Пришлось скрывать все-все-все пазухи, и нормальный человек на следующий день пошёл домой без всяких отёков, швов и прочего, даже повышения температуры. И как бы современная хирургия позволяет это делать. Позволяет оперировать безопасно и нежно, и достаточно. Там ведь ещё какой момент важен. Пациенту кажется, что он согласился наконец-то на операцию, вот он собрался, он решился, он пришёл. Ему сделали операцию, ему кажется, что всё. Что он всю проблему решил. Это очень часто бывает в психологии, у людей сидит. На самом деле самое интересное начинается потом. Потому что нужно выхаживать пазуху. Она длительное время, долгое время, несколько лет была в состоянии воспаления. Слизистая оболочка, там есть такое понятие – мукоцеллярный клиренс. В норме наша пазуха должна лесничками выталкивать всё из пазухи, всё патологическое содержимое. И иногда даже, когда туда попадают небольшие пломбировочные участки, она даже это делает. И выталкивает на КТ, как видно, как этот пломбировочный материал переместился от зуба к верхним отделам пазухи, которые находятся наверху. И если длительное воспаление, этот механизм не работает. Умирает слизистая оболочка, вот она не может уже работать в таком состоянии, потому что она постоянно воспалена. И чтобы как бы её восстановить, нужно её выходить. Это целый процесс. То есть после операционного периода ухода за пациентом он подразумевает месяца полтора-два и больше. Иногда и годами, если долгие гнойные геморриты приходят, оперируются наконец-то. Иногда промывание пазухи, уход за пазухой идёт долгое время. И нужно это понимать, когда ты собираешься. Это вот такой процесс. А промывание пазухи – это надо к вам приходить? Или пациент самостоятельно делаешь? Да. Там, в общем, это под контролем врача надо делать. То есть это какой-то, может быть, препарат врач назначить, может быть, на перевязке первое время приходит человек. Это всё зависит от объёма оперативного вмешательства и от конкретного геморрита. Бывает, геморрит там просто киста образовалась, и ты её удалил, и как бы вот несколько раз промыл, и там просто человек уже следит за носовым дыханием. А иногда, когда серьёзные процессы, когда там большой объём поражения, тогда нужно ходить почаще и побольше. Но это тоже, в общем-то, не вызывает какого-то дискомфорта, во всяком случае, у моих пациентов, потому что они понимают, что это нужно сделать. И то, что у них возникает лёгкость носового дыхания уже после операции, то, что они понимают, как они избавили себя от этого состояния, это даёт им много позитивных эмоций. Анна Владимировна, спасибо большое. Дорогие друзья, не забывайте оставлять свои вопросы в комментариях, и мы ответим на них в следующих видео. Спасибо за ваши лайки, подписки, и мы увидимся. Спасибо всем. Всем здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok